Спустя 10 дней после освобождения украинский Херсон готовится к суровой зиме в условиях разрушенной инфраструктуры. Согласно предварительным данным ЦИК Казахстана, на досрочных выборах лидирует действующий президент страны Касым Жамар Такаев. Итоги саммита КОП-27 его участники оценили по-разному. Одни приветствуют создание фонда компенсации для уязвимых стран, другие не увидели подвижек по сокращению выбросов. Представители курдских общин в Европе проводят акции протеста против турецких авиаударов на севере Сирии и Ирака. Освобожденному Херсону предстоит столкнуться с суровой зимой. Вся инфраструктура города разрушена, российские войска продолжают артиллерийский обстрел. Субботу вечером, по сообщениям официальных лиц, российские ракеты поразили нефтебазы в Херсоне. Это первый случай поражения склада горючего в городе после ухода российских войск более недели назад. Но многих херсонцев это не останавливает. Выдержим все. Мы выдержали оккупацию, выдержим их, и ракеты. Все будет хорошо, мы уверены, что мы победим. Российские войска при отступлении заминировали жилые дома и объекты инфраструктуры. Их сейчас разминируют украинские саперы. В первую очередь пытаются разминировать объекты критической инфраструктуры. В общем, по дорогам можно везде, но а так где-то в сторону нежелательно, потому что можно на что-то налететь. Потому что вот недавно по Покровске ехала, машина чуть на обочину подорвалась. Тут не исключен такой вариант, что где-то сейчас бурьяны, тем более, можно попасть на что-то. На протяжении девяти месяцев граница между Николаевской и Херсонской областями была линией фронта. В течение последних двух месяцев здесь шли ожесточенные бои. С открытием супермаркета в жизнь в Херсоне начинает входить в обычное русло. Круглосуточный супермаркет открыл услугу зарядки телефонов из-за проблем с электроснабжением. Это не только для меня, но и для всех херсонцев это жизненно важно. Потому что, во-первых, еда у нас была ужасная, несъедобная. Во-вторых, цены были запредельные. Украинские власти заявили, что будут также эвакуировать людей, которые захотят покинуть Херсон. Согласно предварительным данным, ЦИК Казахстана на досрочных выборах лидирует действующий президент страны Касым Жамар Такаев. Он набирает более 81% голосов. Графу против всех в бюллетене отметили 5,8% избирателей. Кандидат от партии Уилл Село Жигулий Дайрабаев получил поддержку более 3% избирателей. Остальные 4 кандидата около 2%. Явка составила чуть менее 70%. Но в Алма-Ате на участки не пришли свыше 70% обладающих правом голоса. Комментируя результаты выборов, Касым Жамар Такаев заявил, что народ выразил по отношению к нему убедительное доверие. По мнению аналитиков, Такаев созвал досрочные выборы, чтобы укрепить свою власть до появления реальных политических противников. После кровавых январских беспорядков Такаев объявил о проведении реформ. В том числе это конституционная поправка, ограничивающая полномочия президента одним семилетним сроком. Делегаты климатического саммита КОП-27 возвращаются домой со смешанными чувствами. В Египте была достигнута историческая договоренность о создании фонда компенсации для развивающихся стран. Но в то же время участникам не удалось продвинуться в усилиях по ограничению глобальных выбросов. Возглавляющий 27-ю конференцию ООН по климату министр иностранных дел Египта Самих Шукри приветствовал создание фонда. Друзья мои, мы услышали призывы и откликнулись. Сегодня здесь, в Шарм-эш-Шейхе, мы учредили первый в истории фонд для компенсации потерь и ущерба. Фонд, который так долго создавался. Более богатые страны будут платить тем, кто уязвим перед лицом климатических катастроф из-за глобального потепления, за нанесенный ущерб и экономические потери. Однако участники саммита не стали вырабатывать новых обязательств по сокращению использования ископаемого топлива. А включение в соглашение так называемой энергии с низким уровнем выбросов вызвало опасение, что некоторые виды ископаемого топлива, такие как природный газ, могут считаться зелеными. Мы также хотели сделать смелые шаги вперед. Вместе со многими сторонами мы предложили ряд мер, которые способствовали бы этому. Достижение пика выбросов до 2025 года, как говорит нам наука, не в этом соглашении. Четкое выполнение обязательств по поэтапному отказу от угля не в этом соглашении. Конкретного обязательства постепенно отказываться от всех видов ископаемого топлива нет в этом соглашении. А часть, касающаяся энергетики, была смягчена в последние минуты. Подытоживая саммит, эксперты предупредили, что мир по-прежнему стоит на грани климатической катастрофы и сокращение выбросов парниковых газов остается единственным решением. Представители курдских общин в ряде европейских стран вышли на акции протеста против турецких авиаударов на севере Сирии и Ирака. Участники протестов обвиняют Анкару в убийстве мирных жителей. В Гамбурге к демонстрации присоединились сотни людей. На Кипре в Лимассоле манифестанты призвали к немедленному прекращению огня. Минобороны Турции заявило, что целью проведения воздушной операции были места базирования курдских сепаратистов. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Власти курдских районов Сирии утверждают, что жертвами ударов по двум населенным пунктам стали 11 мирных жителей. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, включая больницу. Официальные лица Иракского Курдистана заявляют, что в результате 25 турецких авиарейдов убиты 32 курдских боевика. Представители сирийской оппозиции сообщают, что ударом подверглись также позиции сирийской армии. Погибли сирийские военные и вооруженные сторонники оппозиции. Турецкая воздушная операция состоялась через неделю после теракта в Стамбуле, в организации которого власти обвиняют курдских боевиков. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опубликовал твит со словами «Время расплаты за истекляль». Курдские вооруженные отряды заявили, что не оставят турецкие удары без ответа. К ночному гей-клубу в Колорадо Спрингс несут цветы, свечи и ЛГБТ-символику. Здесь в ночь на воскресенье в результате стрельбы погибли 5 человек, еще 25 были ранены. Посетителям заведения удалось нейтрализовать преступника до приезда полиции, которая была на месте происшествия через 6 минут после вызова. Как сообщают СМИ, стрелявший вошел в ночной клуб со штурмовой винтовкой и в бронежилете. Я услышал еще выстрелы, а потом увидел огонь, вспышку от дула винтовки. Я побежал в гримерку. Мы закрыли и заперли двери, выключили свет и легли на пол. Губернатор Колорадо Джаред Полис, первый открытый гей, избранный на этот пост, назвал произошедшее отвратительным. Президент Джо Байден вновь призвал к ужесточению контроля за оружием и предупредил, мы не можем терпеть ненависть. По словам окружного прокурора, инцидент рассматривается как преступление на почве ненависти. Стрелком оказался 22-летний Андерсон Ли Олдрич. Он находится под стражей в больнице, так как при задержании также получил ранение. Полиция все еще устанавливает мотив нападения, которое произошло на фоне усиления гомофобной риторики со стороны экстремистов. До семи выросло число жертв пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы. Тело еще одного погибшего нашли при разборе завалов на месте возгорания. Между тем, в Следственном комитете заявили, что причинами пожара стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Пожар удалось потушить после 9 часов. Его площадь составила 2500 квадратных метров. Папа Римский Франциск совершил редкое личное путешествие. Впервые с момента избрания понтификом он посетил родину своего отца в Северной Италии, чтобы отпраздновать 90-летие троюродного брата, который знал его с детства и называл Джорджо. В субботу папа прибыл в Портакаморо в 10 километрах к востоку от города Асти в Пьемонте и посетил своих родственников. А в воскресенье отслужил мессу для местных верующих. После 12 лет подготовки на фоне непрекращающейся критики первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке официально стартовал. Над стадионом Эль Байт в виде шатра со ссылкой к полукочевому прошлому катарцев посреди пустыни вспыхнули фейерверки. В преддверии матча открытия канал Евроньюз побеседовал с легендами спорта на церемонии вручения наград глобсокер в Дубае. Наслаждайтесь, ведь это же Кубок Мира. Это огромная честь, какую бы страну ты ни представлял. Играть на чемпионате мира и главное, чтобы ты наслаждался этим. Я уверен, что нас всех ждет великолепное зрелище. Прежде всего они должны получать удовольствие и удачи всем игрокам, принимающим участие, потому что чемпионат мира это уникальное событие, которое бывает только раз в 4 года. Правда, насладиться первой игрой сборной местному населению вряд ли удалось. Катер стал первой в истории с 2006 года командой страны-хозяйки чемпионата мира, проигравшей в матче открытия. Победу праздновал Эквадор 2-0. На фестивале болельщиков FIFA в самом центре Духи царила потрясающая атмосфера. Если у вас нет билета на матч, это лучшее место, где сталкиваются футбол, музыка и различные культуры. Это то место, где собираются болельщики со всего мира, чтобы продемонстрировать свою национальную гордость. Тысячи людей не пропустили, поскольку за несколько часов до начала матча вместимость площадки достигла 40 тысяч человек. Если это хоть немного свидетельствует о том, какого неистовства болельщиков мы можем ожидать, то нас ждет захватывающая борьба за Кубок мира.